Мы с мужем прожили 11 лет, и где-то в голове я ему была неверна. Я всегда думала, что, ну, наверное... Это у всех женщин так, они всегда сравнивают и думают, нет, это что-то какой-то не такой, какой хороший, как я хотел. Все женщины мужа с Богом сравнивают. Они хотят Бога все. Потому что только Бог может быть таким, чтобы все было классно. Человек таким не может быть. Поэтому все женщины сравнивают, они думают, это не такой хороший, как я бы хотела. Ну, надо эти мысли убирать, конечно же, в сторону, иначе опасно будет. Вот случилось так, что мы уже 8 месяцев вместе не живем, и в начале лета я начала слушать ваши лекции, какие-то действия воспринимать. Молилась, бегать начала, в церковь стала ходить. И у нас, да, вроде как улучшились отношения. Я уже надеялась, что восстановление пойдет. А неделю назад он принес документы на развод. Он с какой-то другой женщиной живет? Я не знаю. Ну, если он так сделал, это значит, что он циник. Циником может быть только тот человек, который предал. Это значит, что у него есть другая женщина. Когда произошло предательство, то человек становится, как змея. Он кусает, ну, совершенно... Он не хочет даже, может быть, но он это делает. Потому что, ну, такой человек всегда требует наказания. И наказание обязательно придет. Ну, то есть, надо понять, если человек предает, то надо понимать, что люди слабые на этой земле. Многие люди предают. Не только ваш муж. Многие предают. Они не хотят этого делать. Но так получается. Ну, получается, это конец. Ну, видите, у вас очень жестко действует судьба сейчас. То есть, за прошлой жизнью очень жестоко вы бросили человека. Две жизни уже отрабатывали. Ну, как конец. Надо отрабатывать. Чего вы боитесь, скажите? Одиночество или чего? Ну, наверное, наказание больше. Наказание? Ну, наказание пришло уже. Надо просто его отрабатывать. И это идет статическое напряжение. Нам неподвижное положение тела. Вода. Убирать обиду, отчаяние, несправедливость чувства убирать. Оно очень глубокое. Глубоко сидит. На четвертом психическом слое. Это с настроением связано. Как зовут человек? Максим. Ну, вы не соглашаетесь на развод? Вы же познаете, да, Бер? Ну, мне пришлось подписать документы. Он сказал, что еще подает на банкронство. Ради у него какие-то финансовые проблемы. Ну, а при чем-то вы у него финансовые? Почему вы делаете с Богом? Почему вы с Богом идете на компромисс? Что значит, мне пришлось... Вы знаете, что вы подписали? Три года одиночества вы подписали себе. Вот если вы не подписываете, то не будет трех лет одиночества. А подписываете будет. Забирайте назад. Он уже отнес суд документ. Забирайте назад. Вы имеете право. Юристы есть здесь? Юристы есть? Имеет право она назад забрать? Все, забирайте назад. Хорошо. Забирайте назад и скажите ему, это твои проблемы. Почему ты их хочешь делать моими? Понятно? Да. Теперь дальше. Насчет прогнозов. Плохой период у вас длится три с половиной месяца всего. Если вы по-доброму к нему будете относиться, через три с половиной месяца может начать процесс возвращения. В целом, у вас есть семь месяцев от сегодняшнего дня. Если через семь с половиной месяцев он не вернется, значит, можно ставить точку. Если вы будете молиться, аскезы совершать, то вы точно одна не останетесь. Но никогда не надо идти на поводу преступника. То есть человек говорит, подписывай. К какой стати вы должны? Вы поймите, семью создает Бог. Не он создавал вашу семью, не вы. Это Бог между вами ниточку вот эту вот сделал. И вы сейчас что сделать? Вы согласились с тем, что вы согласны разрушить эту ниточку. Вы согласны написать. И Бог не доволен вами сейчас. Это значит, что вы будете наказаны, понимаете? А женщине очень трудно выйти замуж. Она наказывается больше за разрушение семьи, чем мужчине. Никогда не соглашайтесь подписывать документы. А в одностороннем порядке он не может это сделать? Пускай делает, нет проблем. Это его проблемы будут, не ваши. Сейчас ваши проблемы начинаются. То есть продолжать все действия, которые я делала раньше. То есть не останавливаться. Молиться, ждать человека, прощать, изучать через друзей, что происходит. Есть у него кто-то или нет. Если есть, значит он измену совершил. Значит он предатель. Нужно очень твердую позицию по отношению к кому-то занимаетесь. По моим ощущениям, на 85% что у него есть человек сейчас. Он не просто вас бросает, у него есть уже человек. Понятно? Да. Хитрит с вами. Он такой деликатный по природе человек. Да, очень хороший. Да, очень, очень, очень хороший. Да. Подписывай документы на разу. Очень хороший. Какой шустренький. Мои хорошие, поймите, хороший, это не значит деликатным. Хорошие, это когда есть совесть. Если у человека деликатный, самый жестокий яд на земле, это сладкий яд. Если человек сладко себя ведет и обманывает, бросает, то это самое жестокое, что может быть. Когда человек не сладко себя ведет, то как бы это честно. Когда сладко бросают, то это же очень жесть полная вообще. А можно тогда вопрос, вот его чувства по отношению ко мне, это были настоящие или это все было как-то? В этом мире нет ничего настоящего. Все чувства друг к другу у людей имеют временную природу и они неглубокие. А если они глубокие, то еще хуже. Тогда человек теряет себя, начинает с ума сходить, с таким человеком невозможно жить. Он ревновать начинает, страдать, мучается, умирать. Отношения семейные в этом мире предназначены для побед над судьбой и для нашего развития. Глубокие отношения могут быть только с Богом и со святыми людьми, с духовными наставниками. Настоящие глубокие отношения. Все остальное имеет поверхностную природу. Спасибо большое. Вы перепутали человека с Богом. Он такой хороший. Да, очень хороший. Для всех был очень хороший. Это очень опасно. Это очень опасно. Это называется любовь и вера. Все это тяжелый случай. Если вы все-таки поймете, что Бог очень хороший, а не Он, тогда вы никогда его назад не вернете. Это невозможно. Если вы сможете поменять это и понять, что человек это просто человек, у него есть свои проблемы, он их сдает в своей жизни. Деликатное поведение вовсе не означает, что очень хороший человек. Очень хороший человек означает только верность. Только верность указывает на хорошего человека. Больше ничего не указывает на хорошего человека. Все. Все эти ля-ля-тру-ля-ля, добрые слова, все это просто ваша мечта, ваша сказка. Спасибо. Теперь еще кое-что. Вам надо кое-что знать про себя для того, чтобы вам выйти из этой ситуации. Позапрошлой жизнью вы жили на одной из райских планет, и там живут долго. Там живут по 250-300 лет. Вы прожили около 130-140 лет с одним человеком. У вас было очень теплое отношение к Любови. Потом он ушел из жизни, и вы нашли себе другого. Прожили с ним лет 15-18. И жестоко бросили его, потому что он не был не такой, как тот. Теперь, что с вами делать судьба? Что вы получили? Получили два наказания. Первое, вы поверили в человека как Бога, того, который первый был. Вы как-то чувствуете этого человека, верите в него. У вас сто с лишним лет совместной жизни. Такой опыт колоссальный. И вот этот человек, который вы сейчас встретили, который с вами жил, он похож на того человека. Вы из этого человека сделали манекен. Ну, то есть, другими словами, когда человек сильно похож на того, кого ты любишь, то создается такое ощущение очень жесткое, что он вот такой. И вы его каким-то делали определенным. Каким он не является. Вы из него лепили, понимаете, свое. Он вам не говорил об этом, что вы из него лепите что-то другое? Говорил, что слишком много требует его. Ну, требует, потому что вы же накатили того, что было у вас с темой, и путали его, и требовали от него того, чего он не может. Это первое наказание, это любой фера, который вы получили в раю. За это вы оплатились. Второе наказание, за то, что следующего вы бросили, теперь вы уже тоже за это отвечаете. В одном человеке сразу два наказания. Пока вы не уберете любовь, веру в своем сердце, и не разделите этих двух людей, которые вы там любили и здесь, то вы годами не будете отвязываться от этого человека. Будете еще 4-5 лет думать, что вот он вернется, ждать его и так далее, и будете губить свою жизнь. Если вы не начнете понимать, что Бог является единственным, кого надо любить, и надо цену заплатить, чтобы он дал вам о себе знать, чтобы вы почувствовали его доброту по отношению к вам, пока вы не чувствуете этого. Вот это чувство, которое вы испытываете к человеку, такое же точно чувство должно быть к Богу. И тогда вам станет хорошо, легко жить, и никто больше в жизни вас не предаст. И этот человек, может быть, тогда вернется. Сейчас шансов нет. Потому что вы неправильно относитесь к человеку. Если неправильные отношения есть, то это яд, разрушающий отношения. Спасибо. Задумайтесь серьезно тем, что я вам рассказал. Пытайтесь разделить этих двух людей. Память часто, она такая, очень обманчивая. Вы, когда увидели этого человека первый раз, вы подумали, что я давно тебя знаю. Такое, да, ощущение? Такое ощущение было, да. Какое-то спокойствие, родство. А? Спокойствие было, родство такое. Спокойствие, родство такое, чувство, что вы нашли свое, да? Да. Представьте, как опасно в этом мире 120 лет вместе жить счастливо. Это капец. Три жизни, две жизни уже прошло, и она все это помнит, и она перепутала просто, она похожего увидела, и все, и сразу раз у нее путаница в голове, и она в покойстве, родство. А вот эта любовь, вера, она начала топить этого человека. Он к ней нормально тоже относился, но из-за этой любви к вере его отшибать начало. Начало удаляться потихоньку дальше, дальше. Представьте, если я вас сейчас тянуть на себя начну, ну сколько вы будете за мной бежать? Через какое-то время вы будете назад руку тянуть, правильно? Нет? Какой бы человек ни был, да вы сейчас тянете на себя очень сильно, он врыкается, вырывается из ваших взятий. Понятно? Да. Тяжело очень. Ну вот, тяжело, конечно, любовь, вера, это страшная вещь. Нужно сильно молиться Богу, чтобы он вам показал себя, чтобы вы его почувствовали. Чтобы поняли, что он прибежище. Вы его с Богом сейчас человека путаете, понимаете? В этом самая проблема главная. А это безнадежная ситуация вообще. Ну, с точки зрения отношений. Вот сейчас человек гуляет от вас в наглое, а вы, вот он такой хороший, вот такой хороший. Это тот хороший был, который ушел из жизни, две жизни назад, в раю. Вот он вас не предавал, там в раю вообще так, другая семейная жизнь, там не предают, не бросают, люди живут, это, если ты бросаешь, это очень сильное наказание, не как на земле. Спасибо большое. Вы плачете не о том, что человек ушел, понимаете? Вы плачете о своем одиночестве. А одиночество, это не проблема семейной жизни, это социальная проблема. Понимаете, все люди в страсти, в невежестве, есть три слоя жизни вообще, три слоя. Все люди в невежестве одинокие, это бандитский слой, это пьянь, наркоманы, бандиты, тунеядцы, невежественные люди, они как волки живут, у них вообще друзей нет, они просто такие волчьи отношения, они очень одинокие люди. Понимаете? Слабый разум у людей. Люди в страсти, это большинство людей, это 90% на земле людей, люди в страсти, они делают вид, что у них есть все хорошо, у них есть близкие люди, и на самом деле они все далеки друг от друга, они живут коммерческими интересами друг друга, у них нет глубины в отношениях, нет честности, нет верности, у них есть общие ценности, дети, семья, квартира, они думают, что эти ценности их могут объединить, но как только приходит плохая судьба, человек отшибает, и он сразу начинает искать себе другого, несмотря на квартиру, общие колени, общие детей, там много интересов общих может быть, потому что самая главная ценность человека, это любовь, человек живет ради любви, если любви нет, он мыкается, мыкается, потом раз, нашел себе любовь, наслаждаться, начал балдеть, вот, все бы забыл, шестерых родственников, близких, бросил, пошел в любовь, что это значит, это значит, что жизнь в страсти, она очень дикая, там нет гарантий, есть только одна гарантированная жизнь, это жизнь для Бога, это жизнь благости, и даже когда человека бросают, благостные люди тоже иногда разрушаются, семьи, но здесь есть один момент очень важный, когда человек живет в благости, у него есть духовная семья, это совсем другая тема, мои дорогие друзья, это значит, что тебя никто не может бросить, у вас есть духовная семья, девушка, у вас, у вас, вот поэтому вы чувствуете одиночество, не потому, что вас бросили, вы чувствуете одиночество, а потому, что вы неправильно живете, нужна духовная семья, ищите свою веру, ищите духовную семью, где вам, обнимут вас, успокоят, верные друзья будут, люди, которые занимаются духовной практикой, не бросают друг друга, они верно себя ведут, ну, здесь бросают, но значит, у них духовная практика не сильно глубокая, так сказать, вот, настоящие соратники духовные, они никогда не бросают, они верно себя ведут, они всегда, в трудную минуту, приходят на помощь, называется, духовная семья, вот это и главная ценность и есть, все остальное, может разрушено быть, жизнь, но вы скорбите сейчас, не о том, что у вас, потерялся близкий человек, он никогда не был, вашим близким, он рядом с вами, наслаждался, близость, означает совесть, а совесть бывает только в отношениях с человеком, который, между которыми и вами есть Бог, вот если между вами, вот есть ниточка, да, Бог создает ниточку, люди, которые присваивают эту ниточку, они думают, это наше отношение, наша семья, хотим расписываемся, хотим не расписываемся, живем как хотим, это наша ниточка, это не ваша ниточка, это Бог ее создал, если ее Бог создал, поставьте Бога между вами, пускай у вас будет, алтарь стоять дома, вместо телевизора, пускай будет освященная пища, пускай будет духовный программ, пускай ходите в храм вместе, стремитесь к этому, вам надо сказать, чтобы сверху не изговаривали, слышно все, сходите с Сашей, просто, вот, вот, вот это и есть ваша скорбь, ваша смысль об одиночестве, то, что вы сейчас думаете, я вижу ваши мысли, они об одиночестве, вы страдаете не от того, что он ушел, этот человек, вы страдаете от того, что вы чувствуете одиночество, а это одиночество, это просто ваш самообман, потому что вы, сами себя обманываете сейчас, вы думаете, что у вас была, ну, блин, какая-то, ну, защита, понимаете, какие-то дружба какая-то, верность, во-первых, никогда, семья не является защитой для человека, по крайней мере, на земле, потому что через нее отрабатывает самая жесткая судьба, всегда у всех людей, поэтому семья никогда не бывает вообще защиты, это зона опасности получит, всегда, надеяться, что там будет все нормально, очень опасно и глупо, зоной защиты для человека является только духовное сообщество, и причем не все, а только те искренние люди, которые тебя понимают, и это могут быть старшие или равные, ну, там, ну, чаще всего не младшие, вот это люди, которые реально вот духовно развитые, они могут тебя защитить, потому что у них есть соубисисть, семья тоже может стать местом защиты, если между вами есть Бог, вот когда между вами есть Бог, все парни, мужчины, старики, и даже мальчики маленькие, все интересуются женщинами, женская энергия является все привлекательной, она сладкая, она, как бы привлекает, тянет к себе, приманит, притягивает, и поэтому мужчины, они вот, жена же к жене же привыкаешь, и одни проблемы только с ней, а вот девушки, как бы вокруг, они такие хорошие, такие классные, потому что человеку очень трудно понять, что девушки, они ничем не отличаются от твоей жены, точно так же будут тебе выносить мозг, то кажется, что этого не будет, это иллюзия так действует, и если есть совесть между вами, то мужчина никогда не бросит жену, ради вот этого временного удовольствия, потому что совесть не даст, вот это единственная защита в этом мире, это Бог, понимаете, и люди, когда ищут какую-то другую защиту, они думают, у нас много детей, у нас квартира большая, у нас вместе бизнес, ничего это не защищает, поднимите руку, у кого прекрасная, богатая семья была, и все равно вас бросит, у кого был общий бизнес, и все равно была разрушена семья, видите, поднимают руки, ничего не защиты, защиты нет ни в чем, все это временное удовольствие, и если человек правильно свою жизнь оформляет, правильно, тогда в этом случае он защищен, какие-то гарантии в этом мире есть, но эти гарантии не те, что вы думаете, это не счет банки, не квартира, не работа, не дом, не дети, все это гарантией не является, гарантией является только ваша вера и духовные люди, которые вас окружают, все, больше никто гарантией не будет, и так мы возвращаемся к этой теме, в которой мы вчера изучали, тема грехов, вот допустим, человек в какой-то жизни совершил какой-то греховный, плохой поступок, он этот поступок, вот этот греховный, он рождает сразу три вещи, первое, он рождает желание совершать такой же поступок, желание прямо сильно появляется, до этого такое желание сильно не будет, прямо желание, но это желание еще подкреплено верой, что так нормально жить, уверенность появляется, понимаете, появляется другая философия, вот это самое опасное, у человека появляется мышление другое, он уверен, что так классно жить, проблем нет никаких, вообще все, кока-кола, все отлично, у него прямо вот железное ощущение, что так нормально, и вот это семя греха, она начинает расти, и заставлять человека его, ну, доделать, семя должно сформироваться для того, чтобы потом наказать человека, это неизбежно, или человек должен очищать свою судьбу от этого поступка, себя очищать, а это осознанная вещь, причем не хочется, ты не веришь, что это плохо, ты не веришь, что тебя за это будешь наказан, тебе кажется, что все будет хорошо, и при этом ты все равно себя очищаешь от этого поступка, вот допустим, изменил, надо раскаиваться, молиться, нужно очищать свое сознание, при этом, если человек духовный рядом с тобой, ты можешь его наказать правдой, что ты ему изменил, а если не духовный, так вообще, ну как бы, если вы скажете, то сразу все будет уничтожено, даже если вы скажете потом, поэтому это ваша проблема, если вы не будете говорить, и будете продолжать изменять, то обязательно развалите семья, даже не сомневайтесь, будет срок определенный, поставлен Богом, если вы дальше будете изменять, то вы обязательно уничтожите семью, в этом нет сомнений, но почему человек изменяет дальше, потому что его заставляет эта семечка, оно хочет расти, оно говорит, мне надо расти, зачем оно растет, для того, чтобы потом упасть в вашу жизнь, оно сначала растет в этом шарике, и оттуда идет сигнал, дальше продолжай, тебе это надо, ты без этого не можешь жить, и когда уже семечка созревает, время, когда приходит, планета приходит, она по этому семечку, и оно улетает в вашу жизнь, и то, что вы делали когда-то, непонятно, когда, теперь делают против вас, делают с вами то же самое, и это может быть из прошлой жизни прилетело, вот допустим, я давно, уже много лет очищаю свое сознание, молюсь, помогаю людям, и то, что сейчас происходит, у меня прилетает из 11-й жизни там от сегодняшнего до и дальше, ну то есть, то, что сейчас люди вытворяют по отношению ко мне, в этой жизни я, ну как бы, ничего, ничего такого не сделал, чтобы так со мной себя вели, ладно, рекламная пауза закончилась, перелекция, и так, видите, я вам говорю о том, что у меня такая же ситуация жизненная, как у вас, но в чем разница, разница в том, что у меня нет в сердце страданий, блоков, ощущений, что все плохо, я не испытываю несчастья, я не испытываю страданий, вы видите, по моему лицу, как бы, я все вам рассказываю, как будто я со стороны это все смотрю, но это было не всегда так, где-то месяца три у меня был сильный жар, я стоял в воде, как бы, побеждал судьбу, то есть, она меня колбасила, вот, мне было непонятно, как так может быть вообще, вот, но потом, постепенно, все наладилось, можно плавать, можно стоять, но вода сильно помогает снять вот такие тяжелые потрясения, если человек в воде находится, он реально побеждает судьбу, реально просто может решить все эти вопросы, поэтому учитесь, изучайте, как правильно жить, учитесь всему этому, потому что никто не избежит этих трудностей, я вот эти события, которые у меня произошли, за три года предвидел, отмаливал их, там было вообще, как бы, такое, что, возможно было, ну, просто переезд в другую страну, лишение свободы, там, все такие вещи, они были возможны, вот, ну, получилось, как всегда, неожиданно, судьба, она делает так, что ты не ожидаешься, вот, но это касается всех людей на земле, вот, каждый человек будет испытывать такие чувства несправедливости, сейчас, смотрите, вон, целый народ в Украине сдвинулся с места, и, рушатся семьи, люди теряют работу, теряют жилье, теряют близких, идут процессы очень жесткие, и это только начало, это, ну, сейчас, такая жесткая энергия же действует на земле, что, знаете, это, когда жестокая судьба приходит на землю, то это сравнивается с, с бамбуком, когда, в жару в Индии, в сухих местах, бамбук вот так вот стоит, он очень плотно растет, бамбуковые стебли трутся друг от друга, когда это трение на ветру, и жарко, и ветер, а становится очень сильным, то, начинают появляться искра, и бамбук загорается, какой-то один бамбук загорается, и потом сгорает весь бамбуковый лес, понимаете, вот, и, и, поэтому, очень важно понять, что, наша земля сейчас, она очень, вот как один раскаленный шар, и там, вот в этом месте сейчас, произошло возгорание, то есть, идет вот такой процесс, но, надо понять, что, это не проблема, там, двух стран каких-то, понимаете, это проблема всей земли, и проблема заключается в том, что на земле наступил жестокий период судьбы, и это очень колоссально влияет на всех людей на земле, посмотрите, сейчас уже везде проблемы в разных местах разных, где-то газа не хватает, где-то нефти, где-то еще что-то, цены повышаются на бензин, там, ну, как в каждой стране, что-то происходит, понимаете, никто не может быть, и самое ужасное заключается в том, что, точки возгорания начинают вспыхивать, в разных местах, там, Косово, допустим, мы знаем, вот вчера, позавчера, что-то могло произойти, но, слава богу, там не произошло, сейчас, крайне наколена ситуация в Тайване, вероятность войны очень высокая, вот, скорее всего, она начнется, ну, где-то, сейчас уже где-то, 45-50 процентов, что она начнется, это очень много, это очень высокая вероятность, тоже, напряженная ситуация, тоже, подготовка идет опять, боем действия, видите, эти все горячие точки, они, указывают на жестокую карму, земли, поэтому, молиться сейчас надо за мир, мои хорошие, потому, что это самое важное, надо понять, что в этом, в этой ситуации, в которой мы находимся, никто выиграть не сможет, если будет продолжаться, 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 то это все превращается уже, ну, в ядерную войну, понимаете, это опасно, поэтому мир, мир, это самое лучшее, что может быть, сейчас в жизни, надо молиться за мир, чтобы все, как бы, закончилось, чтобы наступил мир, надо вкладывать свои силы в мир, вот мы все частички земли, если кто-то из нас будет молиться, это сильная энергия, вот если 100 человек деструктивно настроено, и один человек молится за мир, он нейтрализует эти 100 человек, то есть, это колоссальная очень сила, она очень сильно влияет на ситуацию, причем мир, это вещь, которая нужна всем правителям на земле, вот кто сейчас из правителей против мира вообще, кому нужна эта война вообще, кому войны нужны, да никому, они почему возникают, потому что так действует энергия судьбы, понимаете, поэтому с этой точки зрения, как бы, вставать в позицию, вот эту вот, агрессии, злобы, нелюбви, бессмысленно, потому что приходит жестокая судьба, и она косит всех подряд, вот что допустим, те люди, которые сейчас настроены против меня, у них там тоже в голове какая-то своя там тема, они как-то это объясняют все, зачем они вот не ли соцсети, там, и так далее, ну, как бы, у них есть свое объяснение какое-то, просто у них уже нет понимания, что такое праведность, что такое грех, это граница смыта, вот, и люди уже начинают как-то оправдывать свои поступки, что-то там сочинять, но это другая тема, главное, что, когда жестокая судьба приходит, то, у каждого есть своя правда, каждый думает, что он прав в этой ситуации, но, правильная позиция какая, когда жестокая судьба приходит, мы вчера говорили, какая правильная позиция, доброта и желание мира, нежелание продолжать войну, желание мира, доброта и спокойствие, и ждать, и молиться, все, вот эта позиция самая лучшая, по отношению ко всем, где у них семья, не имеет значения, но при этом не надо унижаться, не надо идти на поводу, если жестокая судьба пришла, надо сохранить твердость духа, надо быть сильным, надо сражаться, если надо, отстаивать свои права, но при этом сердце, доброта и понимание, что, как бы, приходит время, и люди попадают в разные ситуации жизни, которые, естественно, возникают в силу влияния судьбы, это естественно, и вот это, мы за вас, мне не нравится, потому что я вас учил доброте, учитесь быть добрыми, учитесь спокойно относиться ко всем, потому что есть три состояния, есть чувство патриотизма, это страсть, есть черная ненависть, всех поубиваем, это невежество, есть доброта, это самая лучшая и правильная позиция, которая приводит всегда к победе человека, я вам вчера об этом рассказывал, видите, я сам сейчас, я почему вам все это рассказываю, чтобы вы знали, что я сам нахожусь в такой же ситуации, и я просто делаю так, как надо, и рассказываю вам на своем примере, это самый лучший показательный вариант решения вопроса всегда, если вы кого-то слушаете, вы тогда, ну, меня спросите, как я себя веду в этих ситуациях, я вам рассказываю, доброта это и есть Господь в сердце, если человек настроен по-доброму, то все вот эти вот все озеро счастья, которое находится у него внутри, оно все рашается определенной энергией, которая смягчает все семена грехов, и не дает им возбуждать пространство, потому что возбуждение пространства приводит сначала к тому, что человек теряет правильное представление обо всем, у него мир начинает делиться на друзей и врагов, вот это очень опасно, понимаете, это наше, это не наше, потому что злая судьба, она как действует, везде, у меня есть стадии, первая стадия, что-то не так между нами, может между странами, что-то не так, вторая стадия, мы хорошие, они плохие, третья стадия, они враги, четвертая стадия, ненависть, дальше, пятая, война, в семейной жизни, что-то не так между нами, он плохой человек, вторая стадия, третья стадия, смотреть на какой стадии вы находитесь, третья стадия, мы друг другу не подходим, или мы враги, мы друг другу не подходим, там астрологи подтверждают, есть добрые люди, которые помогают, разрушить семью, вот, дальше, мы не можем жить вместе, четвертая стадия, это невозможно, астрологи обязательно помогут, в этом тоже вопрос, скажут, да-да-да, родственники помогут, скажут, конечно, вам не надо быть вместе, вот, и пятая стадия, прощай, со всех вокзалов поезда, уходят дальние края, прощай, прощай, мы расстаемся навсегда, под белым небом января, да? Понятно? То есть, ниточка рвется, от перенапряжения, вот, что делает, вот, это вот, семечко грехов, вот, смотрите, оно что делает, оно сначала, наполняет, энергией, напряжения, возбуждения, все пространство, озера вашего, вы находитесь, и начинайте, в ниточку, эту, ниточка, которая вас связывает, с каким-то человеком, начинает наполняться, негативом, неприязнью, с вашей стороны, или с его стороны, потому что, это семечко грехов, оно может, прямо через ниточку, долбануть, в сердце, вашего человека, представляете, такие действия бывают, вы ничего не понимаете, потому что, вот, допустим, зону, своего настроения, мы еще как-то чувствуем, жону здоровья, чуть-чуть чувствуем, ну, чувствуем через симптомы, раз, что-то несварение какое-то пошло, раз, в туалет не могу сходить, не могу заснуть, это зона здоровья, вот, второй слой, а самый глубокий слой, мы вообще там, большинство людей вообще ничего не знают, что там происходит, только догадываются, и семечко грехов, прямо туда, через эту ниточку, через вашу связь, прямо ему в сердце, долбануть, и он начнет напрягаться, думать о вас плохо, вот те люди, которые против меня начали выступать, они, я заметил, полгода где-то, очень сильном, диком напряжении, находились по отношению ко мне, хотя я ничего плохого, в общем, не делаю, ну просто вот они что-то додумывают, там, у них, такое уже, понимаете, и это напряжение, это называется непреодолимая жестокая судьба, и она начинает, почему это моя судьба, то есть из меня из сердца, семечко, которое вышло, и оно начинает людей напрягать, они там находят, можно к столу прибраться, что-то тут встало, найти всегда можно, к любому человеку, вот, и потом дальше начинается, человек срывается, он не может, начинает совершать ошибки, потому что непреодолимая жестокая судьба, она очень жестко так действует, что человек рвет крышу, и он начинает делать глупости какие-то, совершает ошибки серьезные, которые нельзя совершать в жизни, нельзя воровать, нельзя шантажировать там, рэкетом заниматься, дискредитировать человека в грозах других людей, это очень опасно все, особенно если это старше, это вообще очень опасно, вот, поэтому, как бы, вот такие вещи происходят, и так действует судьба, почему она так действует, потому что ты сам так делал все раньше, в какой-то жизни ты все это сделал, и теперь получи назад, нет смысла кого-то обвинять, вот это самое главное, если вы хотите победить судьбу, разделите людей с судьбой, вот это очень важно, надо этого человек, который бросил отделить от своей судьбы, понять, что вот он отдельно, а моя судьба отдельно, я страдаю всегда за свои поступки, вот это очень и очень и очень и очень важно осознать когда-нибудь, как только человек осознал, ему становится спокойно, потому что человек страдает только от несправедливости, надо понять, в чем разница между страданием, и объемом работы, вот когда есть объем работы, тебе нормально, тебе тяжело просто, ну живешь, живешь, ну трудности какие-то в жизни есть, ну это твои проблемы, а страдание означает, что ты ждал от кого-то чего-то и получил обратный результат, вот страдать означает не понимать, как устроен этот мир, это от невежества происходит, от незнания, понятно? очень важно понять, что помочь человеку может только Бог, вот доброта это и есть энергия Бога, ты думаешь о нем, служишь ему, помнишь, живешь для него, делаешь все для него, и в конце концов он доволен тобой становится, и он открывает на тебя глаза, потому что Господь всегда находится сзади души, и вот этого шарика судьбы Господь находится, спросите, в какой вере Господь? Господь одинаковый везде, просто он для каждых людей, для каждой веры по-своему предстает, но он один и тот же, и он просто предстает перед нами так, как мы хотим и увидеть, вот у него такая особенность, он нам делает лучше, чтобы мы были счастливы с ним, вот, и он просто, почему он с закрытыми глазами, потому что мы не хотим его видеть, мы хотим здесь сами жить, мы хотим своей жизнью заниматься, своими делами, мы не хотим его здесь видеть, а он нам все организует, в этом мире, все делает, в этом мире все личностно, не только Господь здесь все организует, здесь много высших существ, но они тоже не показываются перед нами, потому что мы пока не достойны это видеть, мы слишком греховны, слишком грязны, чтобы видеть ангелов, допустим, те, кто достоин, видят уже, и, есть много слуг Бога, которые служат в этой вселенной, ему и развивают вас всех, вот этот мир, он не является жестоким, как его показывают в фильмах, вот эти все, эта энергия этих фильмов идет с низших планет, с адских, сейчас телевидение захватило адские силы, и вот все, что вы видите, все эти фильмы, вот эти все, хрюгеры, шрюгеры все эти, это все адские планеты, прямо как там живут, какие там отношения, вы все это видите и хаваете, и чем больше вы об этом думаете, тем больше шансов, что вы туда попадете, поэтому смотреть эту всю дребедень, лучше не стоит, лучше ищите духовные фильмы, про жизнь святых людей, там и так далее, их мало, но они есть, может быть не такие, как бы они развлекательные, но зато они вас не засосут туда, куда не надо, потому что общение является самым опасным, и самым важным в жизни человека, именно от общения передается вкус к жизни, а вкус жизни, он над дорогой судьбы человеку направляет, его, ну то есть, какой вкус к жизни, туда вы пойдете, дорога одна и та же, но идти по ней придется по-разному, или в благости означает радостно и счастливо, или в страсти означает очень тяжело, большими трудностями, желание обуревает человека, сильно много желаний, денег, квартира, ипотека, выживание, там все прочее, или в невежестве, когда человек ломается, у него вредные привычки начинаются, там пьянь, разврат, когда человек черту переступает, то, что Моисей говорил, не переступать, вот тогда и начинается веселая жизнь, ну то есть, что такое жестокая судьба, это судьба, которая действует на нашу жизнь, она накладывает отпечаток, вот допустим, есть судьба земли целой, почему мы здесь родились, потому что мы заслуживаем эту судьбу, почему это судьба всей земли, потому что у всех людей есть один и тот же грех, и поэтому их Господь здесь собирает, как это анекдот такой, самолет падает, и человек молится, Господи спаси нас, Господи спаси, и Господь появляется перед ним, говорит, слушай, говорит, я вас уже три года здесь в этом самолете собираю, ты что, надо, чтобы все судьбу отработали, а ты мешаешь, ну это шутка, это такое, так не бывает, конечно. Итак, когда человек совершает какие-то поступки жестокие, но при этом он уже почти их победил, то Господь это все показывает со стороны, когда человек, то есть, это не в твоей стране произойдет, или не с тобой то, что происходит, когда человек совершает жестокие поступки какие-то, и не отработал их, тогда это произойдет с тобой на земле, ну то есть, другими словами, судьба всей земли жестокой означает, что мы все как-то в этом поучаствовали, когда-то в своей жизни, и сейчас всем вместе придется это все отрабатывать каждый по-своему, но интересно знать, что так же, как мутыльки летят на огонь, точно так же люди могут влететь в жестокую судьбу, даже если они там не находятся, и так действует неблагость, вот эта доброта, доброта, она что делает, она тебя наоборот от жестокой судьбы отваживает, даже если ты в доброте находишься там, где сам процесс происходит, все равно ты будешь защищен, Бог тебе подскажет, где находиться, как, чтобы ты был спасен, приведу пример, и как действует судьба, тоже жестокая, приведу пример, она парализует человека, когда в Мариуполе началась вот эта жесткач, как бы, то мои друзья, которые из клуба Благость, там, и духовная организация, много знакомых, они тоже попали под влияние судьбы, и у них в голове возникло ощущение, что все будет хорошо, когда жестокая судьба приходит, она человека отшибает, вот сейчас, допустим, у меня знакомые живут в городах, где вот уже вот-вот начнутся боевые действия, и они уверены, что все будет хорошо, человека под влиянием жестокой судьбы тупеет, то есть у него нет чувства опасности, понимаете, он теряет ощущение, что что-то произойдет, нет ощущений таких, вот, и у них точно так же, я говорю, немедленно уезжайте из города, вот прямо сейчас, у вас два дня есть, я им дал срок, несколько дней, они, как бы, пока чесали репу, то очень быстро кольцо замкнулось, и в результате выехать уже было нельзя, и как бы мы с ними созваниваемся, они говорят, Олег Геннадьевич, у нас все нормально, стреляют не здесь, у нас все хорошо, и я начинаю молиться, и смотрю, что дальше будет, и вижу, что дом этих людей будет сверху разрушен, там, прямо в этом доме, будут боевые действия, и что прямо я чувствовал, какой человек погибнет, если они там остаются, и так далее, и потом мы провели ретрит, и я весь этот ретрит посвятил этим людям, и на следующее утро после этого ретрита они звонят, говорят, Олег Геннадьевич, есть какой-то такой слух, что будет коридор организован, и можно будет выехать из города, я помедитировал, увидел, что действительно там можно выезжать будет, но этот коридор, вот они там запланировали на 10 часов утра выезд, я им сказал, не выезжайте в 10 утра, потому что этих людей, которые поедут в 10 утра, обстреляют, а вы выезжайте в 6 утра, и вот 30 человек вместе, просто потому, что они доверяют моим словам, сели в машину, и поехали, ни одного выстрела, и они выехали из этой зоны боевых действий, по милости Бога, но у них были добрые сердца, вот я об этом говорил, что когда человек не питает злобы, вражды никому, то он может спастись даже на фоне жутких страданий, понимаете, которые происходят, а потом, когда они вернулись назад в этот дом, когда там уже война закончилась, то они увидели то, что я им сказал, крыша разрушена снарядом, еще один снаряд прилетел, ну то есть, все так и есть, это значит, что были бы трупы, понимаете, и жизнь была бы по-другому текла, поэтому, мои дорогие друзья, учитесь доброте, это и есть защита Бога, ну как бы нужно по-доброму ко всему относиться, потому что люди везде одинаковые, я читал лекции в Литве, люди напуганы, люди, людям не нравится, Россия, и они слушают мои лекции, поэтому они меня с Россией не отождествляют, они меня отождествляют с Богом, и вот это удивительно, вот в эти такие времена тяжелые, когда я приезжал в 2014 году в Киев, все люди были жутко перепуганы просто, меня когда пропускали в страну, женщина, которая на паспортном контроле, она увидела русский паспорт, ее затрясло, она посмотрела на меня с ненавистью, вот, я по-доброму, как бы, то, собеседование со мной провели, видели, что я, как бы, нормальный, после этого меня только пропустили, а потом мои друзья мне организовали вип-приемы, там я уже ни с кем не общался, меня после самолета с трапа встречала специальная машина, везла, быстро, как бы, пропускали меня, ну, то есть, Господь все заботится, устраивает, но в это время люди были жутко перепуганы просто и был полный зал, было людей больше, чем обычно намного, видите, когда доброта в сердце, то люди теряют вот это чувство мои, свои, чужой, свой, они, как бы, когда люди под Богом, они все объединены, они все находятся, как одна семья, для меня сейчас весь мир одна семья, и все люди, которые хотят молиться, работать над собой, они все должны в это время объединяться в своих сердцах, не держать злобу ни на кого, вот, второе чувство, кроме доброты, это чувство справедливости, вот чувство справедливости, оно уже засасывает человека в зону конфликта, у него возникает желание наказать того, кто не прав, понимаете, человек вроде жил нормально, где-то в другом месте, он не там жил, но он сам туда едет по какой-то причине, может погибнуть, понимаете, есть еще черная ненависть, это вот вещь, она сразу человека тащит туда, и уже дальше у него спасения нет, ну то есть как мотыльки летят на огонь, так и люди, когда у них неправильное настроение, они вовлекаются в конфликт, разрушают свою жизнь, я не говорю сейчас о тех, кто имеет долг перед родиной, там какой-то они по природе войны, неважно какая сторона, все воины, которые защищают родину, со всех сторон, они попадают в рай, когда гибнут, это их природа, они просто должны сражаться, вот, ну, за исключением тех, которые убивают невинных там, которые безоружних убивают, пленных убивают, издеваются над беззащитными людьми, насилуют кого-то, но это уже черная ненависть, это уже чувство патриотики, эти люди все идут в ад, они тоже попадают в зону по их действиям они там есть, поэтому, когда начинается конфликт вооруженный, то это опасное место, надо из него сразу же уезжать, нельзя там находиться, там, понимаете, вот, как работает судьба, допустим, есть гороскоп какой-то у человека, да, но, вот, как вы думаете, если ты в костер попадаешь, гороскоп работает, или ты под наводнение, под землетрясение попадаешь, гороскоп работает, а у человека есть возможность не попадать под землетрясение или наводнение, есть возможность, есть, а как вот вы узнаете же неожиданность про гороскоп гороскоп сейчас как бы астрологи половина психушку на дыхать крови вот нужно доброта в сердце вот нужно вза брата в сердце нету санкт-петербурга нет вероятности все нормально здесь не будет как бы ядерная бомба сюда не прилетит опасность опасность есть у москвы такая новосибирска есть такая опасность я изучаю это сейчас я не говорю что точно прилетит вероятности нет потому что вероятность ядерной войны сейчас к сожалению возрастает на данный момент она составляет где-то восемь девять процентов и 100 это очень много раньше вообще не было ни одного процента вот и она может начаться не раньше чем через полтора года сегодняшнего дня и все будет зависеть от людей как они дальше будут разрешать те конфликты которые сейчас существуют я буду вам докладывать не волнуйтесь я буду как бы если касаемо вот того что сейчас папа происходит в украине я не вижу чтобы это закончилось раньше чем сентябре следующего года это самый минимальный прогноз мы дорогие друзья самый минимальный нет это не конец света нет такого не будет будет несколько взрывов которые осквернят те места где будет взорвано страны эти сильно пострадают экономические психические морально какие страны пока не знаю смотрим маловероятно мой хороший знаете вот я эту лекцию вообще знаете для чего затеял вам надо заготавливать сухари топленое масло потом сахар соль видите вы бы на май на вот вы на жестокую судьбу я вам бить и говорю анализирую говорю а вы как реагируете вы реагируете это как как суслики реагируют на воду который в норку заливает понимаете я вам не говорю что-то что-то плохое будет я вам говорю что есть жестокая судьба и над спокойно надо молиться побеждать мир культивировать сердце куда вы побежите земли можете земли сбежать нет но я же не говорю чтоб что-то плохой вот сейчас все побросают тетя а там ничего не будет олег геннадь говорил так я ничего не говорю а группы вероятности просто я говорю что это может быть так а может быть будет не так может пройдет два месяца и вероятности все уйдут как какие-нибудь как он когда пандемия началась там 50 тысяч человек в айланде вместе молиться начали 50 тысяч человек представляет целый стадион и знаете как они серьезно на ситуацию повлияли очень серьезно такое же может быть очень много светлых людей понимаете которые могут ситуацию вот так вот поменять секунду если 100000 одновременно начнут полица то может полностью поменяться ситуации на земле такая сила от молитвы идет поэтому как бы не надо вот это вот ваших дообижателей геннадь и побольше сухарей взрываетесь в норы не пока нет и так мы говорим о жестокой судьбе и говорим сейчас не о панике не о страхе в вашем сердце а говорим о концентрации памяти на боге потому что вы сейчас не достойны этой информации которая говорит вас неправильное восприятие вы не понимаете что мы говорим о вероятностях разных понимать мы не говорим о том что будет конкретно потому что будущее не является так как думают астрологи очень жестко спрогнозируемым она соединение милости и судьбы вот всяк все что в этом мире существует это соединение милости и судьбы и это соединение непредсказуемо для людей милость это что такое то то что может отменить всю карму всю судьбу милость это энергия бога и вот именно они сейчас на ней надо концентрироваться потому что когда человек концентрируется на судьбе вот вы чуть-чуть хватанули то что я вижу внутри и вы сразу куда бежать вот судьбе надо относиться как к объему работы не надо прыгать и метаться и сразу и люди же как или иначе скажите а скажите сказал все бежим значит вы не достойны знать будущего так реагирует будущее это комбинация милости и действие времени какая комбинация мы не знаем обычно хорошая обычно лучше все получается чем мы думаем так действует высшие силы они помогают нам выжить что все нормально было понятно даже ядерная война она может быть совсем по-другому может ракеты полетят их собьют там и все потом все резко передумают всякое может быть это все как бы по-разному может происходить поэтому одно нужно понимать сейчас что сейчас испытуемыми являются все люди на земле вы все испытуемые чем вы испытуем и вы испытуем и жестокой судьбой для чего такое испытание дается человеку на земле только одна причина чтобы вы научились помнить о боге когда человек на фоне жестокой судьбы думает о боге сердце его наступает спокойствие защита то у меня в сердце спокойствие защита сейчас неужели вы не чувствуете это ну чё тогда вы это трясетесь расслабьтесь так в чем смысл жестокой судьбы чтобы мы были богу ближе потому что другого способа нет мы часто увлекаемся жизнью мы не хотим заниматься главным и тогда господь приводит человечество вот такой ситуации чтобы она встрепенулась начало молиться думать о боге понятно и так есть жестокая судьба по разному может приходить может на всю землю может только в одному человеку может в семью целую прийти может как относиться к жестокой судьбе жизнь земли мы можем сбежать нет как относиться побеждать принимать человек может из семьи сбежать нет связи у него есть поэтому жестокая судьба в этой семье значит тогда вам надо принять ее побеждать ее у вас ниточки пришла жестокая судьба разрушила отношения есть только один выход это доброта в сердце нужно научиться принимать эту тяжесть это груз иначе ты погибаешь просто психика разрушается когда жестокая судьба в каком-то городе можно сбежать оп видите у вас нет знания нужно сбежать конечно потому что даже когда в твоей семье жестокая судьба лучше жить отдельно и тогда легче переносить если в стране жестокая судьба надо стараться подальше держаться от этой страны если в городе от города подальше держаться если на континенте на каком-то уйти с этого континента потому что там где жестокая судьба там заканчивается карма вот допустим зона боевых действий это жестокая судьба там нет предсказаний как одна девушка ну знакомая моего знакомого молилась в Донецке начался обстрел она молилась там ну и она говорит господь защитит я не пойду в бомбоубежище господь защитит ну хорошо она молилась молилась резко захотелось писать прям аж свело вот все вот здесь она побежала писать села писать и в это время так как она в туалете закрыта была то ее не задело она пришла на то место где она сидела там все развернуто это значит чтобы она погибла вот так господь защитил и теперь сразу возникает вопрос что она дальше начала делать ходить в бомбоубежище потому что ну как бы господь защищает тех кто шевелит мозгами понимаете то есть надо уходить из зоны влияния жестокой судьбы потому что жестокая судьба она не спрашивает вас о том хотите вы жить или нет как действует жестокая судьба вот допустим ты хороший человек но у каждого человека есть определенная сила аскетизма вот вы бегаете в неподвижное положение тела пост на воде это называется энергия аскетизма вот эта энергия аскетизма дает возможность человеку не получить пулю в лоб понимаете то есть если ваш аскетизм выше чем жестокость судьбы которая влияет на вас то вы можете даже в зоне боевых действий не пострадать но каждый раз ваши аскезы будут слабеть то есть вы своим аскетизмом ослабили возможность вас уничтожить следующая возможность будет выше вот так воины когда сражаются у них сила аскеза их внутренней играет роль кто аскетичнее тот выживает так сила аскетизма да ну и зачем ее тратить на эти снаряды лучше взять и уехать а если ты не можешь из страны уехать едь хотя бы туда куда можешь не оставайся в том городе в котором начинается все это это вася теперь как определить что скоро начнется а это можно определить только доброты по доброте в сердце если вы как бы влеченный процесс если вы как бы за правду то вы ничего не поймете вот как люди почему семьи разрушаются вот если у вас доброты в сердце нет вы не заметите что у вас у мужа стеклянные глаза стали а если доброта есть вы заметите потому что вы со стороны смотрите на это все а если доброты нет у вас тоже будут стеклянные глаза вы не заметите как у вас разрушится семья точно так же человек который не находится с добротой в сердце он не может получить предсказание когда чего зачем а сейчас вот как раз это и надо человек должен находиться сейчас в состоянии очень внутреннего покоя доброты ко всем молитвы для того чтобы вовремя понять куда сматываться и надо понять что точно так же как в Украине сейчас весь народ потек в разные стороны точно так же может и здесь произойти потому что жестокая судьба может действовать сейчас где угодно в этом мире весь мир сейчас находится в состоянии тридцать девятого года прошлого века понятно вот и поэтому нужно просто очень глубоко внутренне настраиваться на защиту от Бога и защита от Бога означает молитва доброта в сердце поднимите руку кто сейчас имеет доброту в сердце вы все защищены у кого в сердце чувство справедливости ненависти и все прочее вы все как мотыльки летите в огонь как это произойдет вы не знаете может быть в огонь полетят ваши дети взрослые парни допустим или ваши родственники вы допустим вы допустим дома смотрите новости и определенное чувство культивируете а у вас мальчику 18 лет допустим у вас нет гарантии что он там не окажется через пару месяцев вот мы говорим с вами сегодня о грехах и грехи бывают легкие средней тяжести тяжести тяжелые и непреодолимы ну допустим вот эти семена вот кармы ну что значит легкие грехи ну это значит кого-то обидел вышел из равновесия поругались это легкие грехи все есть средней тяжести грехи когда человек уже начинает ну от незнания он допустим живет неправильным жизнью рождаются средней тяжести грехи например не то что ты убиваешь животных сам а ты ешь мят мясо убивших животных эта пища предназначенная для особой ситуации вот может ли человек убивать животных может если он находится в пустыне там живет скудная как бы растительность или на Камчатке там тогда Бог позволяет потому что нечем питаться людям нечего есть одни финики там что там есть молоко молоко верблюдицы финики может быть чуть-чуть хлеба можно вырастить где возле воды там на пустыне тоже чуть-чуть можно пшеницу сажать все что еще там хорошо какие-то овощи чуть-чуть пища скудная поэтому Бог разрешал убивать животных ради того чтобы человек выживал но вот теперь у меня к вам вопрос у вас что жрать нечего в холодильнике все ломятся пищей поэтому в этой ситуации в которой мы находимся нет такого разрешения это означает что если вы способствуете убийству животных едите мясо то энергии депрессии и жестокости начинает проникать в вашу психику и вот это семя грехов жестокости начинает ну как бы копиться внутри и появляется как минимум средней тяжести тяжелая судьба связана с жестокостью или несправедливость вероятность насилия возрастает в жизни вероятность жестокого отношения возрастает несправедливости возрастает и так далее зачем это копить поэтому существует как лев толстой говорил вегетарианство это не диета это образ мыслей то есть представлять лев толстой знал все эти законы он знал законы кармы он сам перевел одно произведение ведическое просто потрясающее произведение называется терупурал я по нему читал лекции ну лет десять назад наверное много лекций прочитал по прям по всем этим высказываниям там очень много мудрости кладец мудрости это лев толстой перевел представляете свое время он был очень образованным человеком и он не ел мясо он был вегетарианц вот это питание облегчает жизнь сильно сильно облегчает судьбу человека лёгкость дает сознание лёгким становится легче жить намного легче жить легче решать вопросы настроение более приподнять поднимите кто из вас руку кто бросил есть мясо рыбу и легче жить стало когда вы это почувствовали через два-три месяца да постепенно так все лучше лучше а через год прям вообще красота онкология в онкологии питается мясом чтобы онкология ушла это тоже жестокая судьба внутри человека нужно длительное непрерывное движение пост на воде и я сейчас изучаю еще я не могу сказать точно но у меня уже есть как бы определенные догадки что корни ели вот именно ели могут как-то помогать но только если ты длительную ходьбу совершаешь и пост на воде но это не означает что надо отказываться от операции химии если тяжелый рак ну прям рак есть вырезать его если можно надо немедленно это сделать потому что это война внутри вас это жестокая судьба это война и здесь надо защищаться вот если есть ее надо порезать она все равно ты всю не вырежешь там несколько клеток останется опять начнет расти но это побеждается длительным движением постом на воде ну и соответственно как там определяют если допустим рак слизистых оболочек то это второй психический слой это надо ну лучше всего часа два ходить а еще лучше бегать допустим час и второй слой означает 24 часа поста если это опухоль допустим сосудистая уретры там мышц то тогда полтора суток поста и два с половиной часа ходьбы или больше часа бега вот если это опухоль внутренних органов почек печени то тогда двое суток поста потому что это четвертый психический слой и уже три часа ходьбы раз пять дней вот пост двое суток можно делать не чаще чем раз две недели иначе человек истощается вот если человек все это делает то корни ели вот это дерево по крайней мере точно оно может способствовать рассасыванию особенно в том случае если была операция если ты уже часть опухоли вырезала она ослабеет и можно ее как-то побеждать вот отказ от операции и подобных методов лечения является глубочайшей ошибкой потому что если опухоль не долбить лучами геном химией или операцией то тогда ты просто ей даешь возможность развиваться естественно если уже рак или допрокачественная опухоль если ты ешь рыбу то это обреченная ситуация есть продукты даже когда опухоль злокачественная есть даже молоко сметана пшеница они способствуют росту опухоли поэтому из зерновых можно есть только рожь она рожь грецкие орехи конопляная каша масло грецкого ореха масло конопли вот как бы вся зелень тушеная свежая вот продукты немногие которые никогда не вызывают рост опухоли но в основном рост опухоли вызывает мясная пища мучное сладкое и молочное поэтому остаются орехи остается зелень овощи там и так далее но во всем этом человек может жить то есть видите когда приходит жестокая судьба то она уже это значит все уже ты уже не можешь дальше так жить поэтому нужно правильно жить чтобы преодолевать жестокую судьбу когда все три типа аскез человек совершает рака просто быть не может в организме потому что он сжигает эти клетки своими действиями мясо рыбу не ест человек рака быть не может и мы почему поговорим про рак потому что это как аналогия потому что когда человек эти действия совершает молиться Богу доброту в сердце культивирует то тогда жестокая судьба хоть она приходит на землю хоть вашу семью она все равно вас не сломает потому что почему человека ломает потому что есть за что зацепиться вот допустим у тебя муж взял допустим нож в руки хочет тебя убить если ты в состоянии справедливости находится убьет ненависть и тем более а если у тебя доброта в сердце останешься жив я это испытал в своей жизни не знаю как то Господь мне показал это все мне было где то девятнадцать лет я учился на втором курсе мед института я занимался просто спортом в битаническом саду в Самаре это была зима я пошел домой после занятий темно было уже ко мне подошел человек какой-то мужчина и поставил нож к животу говорит давай деньги иначе видишь что произойдет я говорю нет денег с собой могу дать у меня есть деньги дома он говорит много у тебя денег я говорю ну я студент так чуть-чуть есть и что ты мне отдашь я говорю конечно почему я говорю потому что жизнь дороже я по-доброму с ним говорю он тогда сложил нож пошли ко мне домой деньги получать зарплату вот я бы отдал все что у меня есть но он начал со мной разговаривать и потом когда мы дошли он говорит да я просто тебя провожал ты хороший человек решил тебя защитить от всяких там я понял тогда что определенное настроение которое я почувствовал это бог мне дал это настроение я его не знал просто я почувствовал доброту к этому человеку когда это произошло это было как защита от бога он меня учил и теперь я вам рассказываю что вот это настроение доброты является единственным способом избежать жестокость когда жестокая судьба приходит то это настроение спасает жизнь человеку оно дает предсказания дает возможность понять куда бежать что делать как повести себя как действовать понимаете то есть сила которая дает спасение что такое жестокая судьба это когда человек это есть легкие грехи они беспокойство в жизни вызывают есть средней тяжести грехи они вызывают проблемы уже и беспокойство проблемы вот мясо когда человек ест это средней тяжести грехи они вызывают а если человек убивает животных сам уже это тяжкие грехи люди по неведению едят мясо они не знают что эта пища опасна для судьбы именно потому что есть разные виды опасной пищи допустим все врачи говорят так там белки жиры углеводы витамины ну конечно там белки жиры углеводы витамины но они же не понимают что такое психическое тело а психическое тело тоже может засоряться понимаете пищей не только физическое тело также психическое засоряется пищей вот алкоголь допустим засоряет психическое тело он и физическое тело засоряет но еще и психическое Когда я служил в армии, я был в госзводе и был санструктором. В госзвод там разными вещами занимался, в том числе обеспечением. Один раз нас поставили и заставили, ну поставили нас и быка поставили перед нами, двух быков и спросили, ну кто из вас смелый, кто из вас может зарезать. И вышел один солдат, взял нож и зарезал быка. Когда он это сделал, я увидел, как в его психическое тело зашла жестокая судьба, сразу же в этот момент. Себе сделал проблемы человек. Вот. Ну естественно, что это значит? Это значит, что не прямо его так вот зарежут, но если он еще будет так же делать, то тогда будет так. А если бы он человека зарезал, то прямо точно бы с ним то же самое и произошло. Понимаете? Вот один в один прямо. И как действует милость, теперь я вам это скажу. Это не мой знакомый, но я знаю эту историю достоверно, что из моей духовной культуры, традиции, один духовный наставник своему ученику сказал, ты, говорит, служение выполняй все, но у меня есть к тебе просьба. Я хотел бы, чтобы ты остался жив, поэтому тебе нужно очень много жрать и стать толстым. Ну это такое хорошее наставление, такое приятное. Если старший говорит, надо жрать, значит надо жрать. Ну и он начал жрать, стал толстым и ему сказал старший, что у тебя произойдет событие, после которого ты поймешь, что уже можно худеть. И надо потом все этот лишний вес убрать и все жить спокойно. Ну в общем пришло время, на него напал маньяк в его подъезде и перерезал ему горло. А так как там было много жира, поэтому он просто упал, как будто бы он умер. А он даже не добрался до вен, этот маньяк. И таким образом у него сохранилась жизнь. Вот. Ну потом он начал худеть после этого. Это называется милость Бога. Она может прийти по-разному. Мы не знаем, как это происходит. Поэтому учитесь думать о Боге.